Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность, исламизированные женщины. Уроженцы Армении Маурисия Очман. Азербайджан приступил к реализации следующего этапа программы этнической чистки Арцаха и изгнания народа с исторической родины Мид Арцаха. Инцидент при въезде в Арцах. Недопустимо повторение того, что произошло с армянским народом. Глава делегации Сейма Литвы. С 3 по 6 августа в Западной Армении пройдет фестиваль культуры и природы Мензура. Доброе утро, Айк. Армянская идентичность, исламизированные женщины. Завоеватели, вторгшиеся на Армянское Нагоре в разные периоды, взяли на вооружение политику ассимиляции армян, одним из основных методов осуществления которой была насильственная смена вероисповедания. Во время проникновения тюркского элемента в регион и после создания государственных единиц коренное немусульманское население составляло большинство, и завоеватели подставили перед собой задачу изменить имидж и создать исламское большинство. Для этого краеугольной политикой стала насильственная исламизация окоренных народов. Армяне, будучи одной из основных немусульманских наций Армянской империи, периодически подвергались насильственной исламизации, которая в разное время имела разный размах. Известно, что насильственная исламизация тысяч армян имела место и в 1915-1923 годах, года геноцида армян. Вестерн Армения ТВ представляет новую рубрику истории исламизированных женщин, которые боролись годами, чтобы не потерять свою армянскую идентичность. Полная статья доступна на нашем сайте. Немногим известно, что известный актер мексиканских фильмов Маурисио Очман армянин по национальности. Дед Очмана родился на пути миграции в 1916 году. Он один из самых известных героев журналистов, идущих по следам геноцида, так как родился на пути миграции, как говорили беженец, который чудом выжил и дошел до Мексики. Мать Очмана была еврейка, отец армянин. В своей автобиографической книге Очман пишет «Мой дед, естественно, ничего не помнит о миграции, и все, что он рассказывает, слышал от своей матери морал, родом и сосудно. Я, брат, дети и внуки унаследовали эти истории от прабабушки, которые похожи на страшную сказку, ужасные и в то же время обнадеживающие, поскольку речь шла о переживании, борьбе, отчаянии, мучениях». За созданные им фильмы и книги Очман получил множество наград и поощрений, в том числе на кинофестивалях в Торонто и Каннах. Самая известная работа, в которой он выступил в соавторстве, документальный фильм «Кричащие», после показа которого в мире поднимается шум. Это новый исключительный подход к армянскому вопросу. Фильм «Кричащие», а все еще живых очевидцах и самих преступниках. В каком-то смысле фильм провокационный. Он актуальный и неотложный, учитывая возраст вызывших. По словам Очмана, убийство, особенно массовое, не имеет срока давности. Если ты безразличен, ты становишься соучастником. Министерство иностранных дел Республики Арцах выступило с заявлением в связи с препятствованием Азербайджана возвращению граждан Арцаха. 4 апреля произошло очередное грубое нарушение прав граждан Арцаха, что свидетельствует об истинных целях Азербайджана, более 110 дней удерживающего Республику Арцах в условиях полной блокады. Азербайджанская сторона не пропустила через Бердзорский коридор автомобили российских миротворческих сил, которые перевозили граждан Арцаха, оставшихся в Армении из-за блокады и лишенных возможностей воссоединиться с семьей. На заблокированном отрезке Бердзорского коридора азербайджанская сторона остановила автомобили и в течение пяти часов подвергала людей преимущественно женщин и детей, пожилых людей, психологическому террору и запугиванию. Затем власти Баку пытались обратить страдания людей в шоу лицемерного псевдогуманизма. Данные вопиющие циндент наглядно демонстрируют, что азербайджанские власти приступили к следующему уровню практической реализации своего преступного плана по осуществлению этической чистки Арцаха и изгнанию народа со своей исторической родины. Об этих намерениях президент Баку публично заявил 10 января 2023 года в интервью азербайджанским СМИ. Политическое руководство Баку неоднократно повторяло угрозу о том, что жители Арцаха должны либо подчиниться армянофобским властям Азербайджана, либо покинуть свою родину. В условиях полной безнаказанности преступные деяния, совершаемые властями Баку против народа Арцаха, приобретают все более угрожающий характер и масштабы. Бездействие международного сообщества при столь серьезных нарушениях прав человека равносильно молчаливому одобрению, если не соучастию в антигуманных действиях официального Баку. Безотлагательные и решительные меры со стороны Совета безопасности ООН, обладающего соответствующим мандатом и инструментарием, являются абсолютно необходимостью для немедленного прекращения законной блокады и пересечения продолжающихся на глазах международного сообщества преступления Баку против народа Арцаха. Инцидент, произошедший на участке Шуши-Бердзорской дороги, госминистр Арцаха представляет так. Российские миротворцы попытались перевезти 27 граждан в Арцах из города Горис, включая детей, женщин и пожилых людей. Но азербайджанцы запретили движение транспортных средств на перекрытом участке дороги в районе города Шуши на шоссе Горис-Степанакет. Из-за вмешательства азербайджанцев самочувствие четырех граждан ухудшилось. Российские миротворцы обеспечили прибытие бригады скорой помощью и транспортировка указанных четырех граждан в больницу Степанакетта. Остальных российские миротворцы возвращают в город Горис, так как долгие настойчивые переговоры не дали результатов. Правительство Западной Армении хочет еще раз напомнить компетентным органам, что свободный и суверенный Арцах является частью Республики Западной Армении со статусом провинции. Никто не имеет права попирать волеизвеление народа Арцаха, данное ему на международном уровне, право на самоопределение, запрещать ему въезд на свою территорию и, пользуясь случаем, вторгаться на территорию суверенного государства. Мы рассматриваем это как грубое нарушение международных норм, что является ответом на заявление МИД Арцаха. Сегодня мы ознакомились с фактами, которые нам не были известны. Народ Литвы тоже прошел через трудности, но наша история не так трагична. Мы должны жить в мире, всегда помнить о прошлом и не допускать повторения того, что произошло с армянским народом, заявила глава делегации Сейма Риманта Шалашевичуги. Литовская делегация в сопровождении председателя Постоянной комиссии парламента Армении по труду и социальным вопросам Эрик Настегранян, депутатом Лилиц Сепанян и Гайна Эгезарян 5 апреля посетили музей-институт геноцида армян. Члены делегации возложили цветы к вечному огню, увековечивающему память жертв геноцида армян, почтили молчанием память святых мучников. Члены Совета Старейшей Мерии Дер Симы большинством голосов решили и в этом году организовать ставший уже традиционным фестиваль культура и природы Манзура. Фестиваль пройдет с 3 по 6 августа 2023 года. Содержание фестиваля определяют после организации встреч с соответствующими структурами. Доброе утро, Айк. 4 апреля день Арамазда, месяц Арек, 13565 года по римскому календарю 4 апреля 2023 года. В интернете, в Википедии и на других медиаплатформах приводится неправильное объяснение, связанное с именем Паравурдиц Арамазда. Особая фальсификация всегда присутствует и у деохристианской отиалакан, языческой и так называемой неатанской религиозных сект. Разъяснение Арамазда будет объяснено конгрегацией Айкянг, когда это будет необходимо. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok